Изучил и честно скажу, что некоторые пункты мне понравились, а по некоторым есть вопросы. Начну с того, что понравилось. Первый пункт возрождение, как вы называете, Brighton Beach, это мусор, это грязь, это то, что волнует людей. Вы знаете, несколько недель назад мы, я имею в виду наша съемочная группа, выходили на улицы и общались с людьми на улицах Brighton Beach. И я спрашивал такой как бы рейтинг проблем для горожан. И вот должен честно вам сказать, ни один человек, просто буквально ни один, не было такого, чтобы не сказал о мусоре, о крысах, о свалке. То, что творится прямо вот на глазах у людей. Поэтому это, конечно, большая проблема, как мне кажется, и очень рад, что вы обращаете на нее внимание. Тем не менее, вопрос мой заключается вот в чем. Понимаете, мне кажется, очень многие политики, по моему мнению, когда рисуют программу, то подходят несколько дилетантски, когда не знают, как эту программу воплотить в жизнь. Поэтому, есть ли у вас какой-то план, как реально воплощать эту программу в жизнь, и как найти финансирование для этих целей? Окей. Ну, давайте, что по порядку. Иногда люди обвиняют, даже вот мне говорили такие упреки, почему я говорю только о Brighton Beach. Я хочу пояснить, что, конечно же, в 48-й округ входит довольно много районов разных. Я просто быстренько сейчас напомню нашим слушателям и зрителям, что это Brighton Beach, это Manhattan Beach, это Luna Park, это Brightwater Towers, это Warbos, это Gravesend, это Shipshead Bay, Homecrest и, конечно же, Middle, где я живу. Очень красивый район, я его обожаю. Поэтому, как бы мы говорим об округе в целом, но, как вы понимаете, что в каком-то одном районе отображается то, что происходит во всем округе, но район Brighton Beach, в моем понимании, это визитная карточка Южного Бруклина. По крайней мере, она была когда-то, много лет назад, не знаю, знают ли все наши слушатели и зрители, что здесь было два курорта высшего класса, Luxury Resorts, на которые приезжало отдыхать огромное количество европейцев. Кто об этом знает, никто об этом не знает и не помнит, наверное. Более того, управление Североамериканских железных дорог подвело специально железнодорожную ветку сюда, в этот район, здесь была станция и поезд приезжал со всей Америки, привозил сюда людей, они отдыхали в наших курортах. Поэтому вот это условное название возрождения Brighton Beach, оно совсем не условно. Хочется, чтобы Brighton Beach вернулась в прежнее, ну, не величие, но, по крайней мере, порядок, чистота, красота и так далее. Теперь по конкретике. Ну, во-первых, еще хочу одно уточнение, это именно к конкретике относятся. Elected official в переводе с английского языка, это избранный чиновник, но это никак не politician, как мы привыкли называть наших всех чиновников политиками. Депутат городского совета к политике никакого отношения не имеет и не должен витать в облаках выше политики, заниматься проблемами в Конгрессе и так далее, и так далее. Его дело стоит на земле в своем округе и заниматься земными проблемами. Земные проблемы у нас в округе. Тем не менее, должен вас перебить, простите, но, как мне кажется, некоторые занимаются политикой и витают в облаках. Совершенно верно. Вы знаете, я вот перед июньскими выборами, когда были праймерис, я очень много ходил по квартирам и в Орбасе, и в Трам-вилледже, и в Луна-парке. А пошел где-то тысячу квартир, наверное, не меньше. Вот. И мы с людьми, конечно, обсуждали все эти темы, вот, как это все происходит. И я людям пытался объяснить, что надо заниматься конкретикой. Вот конкретно мусор, да. А вот горы мусора, про которые вы говорите, я сам неоднократно видел возле жилого комплекса США, она не просто выше человеческого роста, а баррикада стоит, как было во французскую революцию. Просто баррикада в 3-4 человеческих роста. А мне кажется, что решение заключается в следующем. Первое. Надо стараться больше привлекать к работе по вывозу мусора частные компании. Почему? Потому что монополизм никогда не давал положительный результат. Это знают все бизнесмены и даже знают политики. Поэтому Департментов Санитейшн, наш санитарный департамент, который сегодня, к сожалению, подчеркиваю это слово, является монополистом в городе по вывозу как резидентского мусора, так и в других видах. А вы знаете, есть бизнесмусор, есть уличный, муниципальный мусор и так далее, и так далее. Надо больше привлекать частные компании. Как только создается компетишн, то есть соревновательная часть, моментально возникает эффект. Эффект заключается в том, что, во-первых, компании работают лучше, четче по расписанию, а во-вторых, и дешевле обходятся их сервисы. По поводу дешевежных сервисов. Я упомянул Луна Парк. Я в этом комплексе был уже очень много раз. В отличие, кстати, от сегодняшнего депутата, который за два года неудосуровался, приехал туда ни разу, я подчеркиваю, ни разу она там не была. А там живет порядка, по-моему, 7 тысяч человек, а может 8 даже. Точной цифры не скажу. Так вот, Луна Парк. А вот люди все-таки, знаете, с креативным творческим подходом. Что они сделали? Они купили несколько специальных машин, такие, знаете, гринд-машин. И они сами у себя в комплексе перерабатывают мусор в порошок. Благодаря этому гора мусора, которая может поместиться в 5-6 траков, помещается в половину одного трака. Ну, вы понимаете, да? Объем мешка и объем порошка. Это совершенно несовместимые вещи. Благодаря этому менеджмент Луна Парка в прошлом году получил гигантскую экономию. Они сэкономили для своего бюджета полмиллиона долларов. Показательно, фантастика. А теперь скажите такую вещь. Если бы депутат сегодняшний знал об этом, и этот положительный эффект постарался распространить в другие жилые комплексы, как было бы здорово. Я был на встрече с избирателями, это было две недели назад, рассказал об этом примере, так люди, живущие в Ашане, аж аплодировать начали, говорят, дайте нам телефон этого менеджмента, мы хотим с ними пообщаться, поделиться полезным опытом. Но кто это должен организовать? Депутат? Игорь, два уточнения здесь, пока мы не пошли дальше. Первое, настолько, на самом деле, это впечатляет меня. Можно ли как-то с вами договориться, допустим, о какой-то съемке, чтобы своими глазами увидеть и показать нашим зрителям? Это первое, как это работает. Ну, а второе, собственно, возвращаясь к моему вопросу о финансировании, потому что вы сказали, что люди сами на свои деньги, или менеджмент купил на свои деньги эту систему, но все равно для этого нужно какое-то финансирование, чтобы распространять дальше в других комплексах. Как это должно работать? Откуда финансирование на это все? Ну, смотрите, значит, ну, естественно, у каждого жилого комплекса, в том числе у Луна Парка, и у Шианы, и у прочих, у менеджментов есть свои бюджеты. Из чего они складываются, из каких составляющих, я, честно говоря, сейчас не буду сочинять, потому что я не очень точно это знаю. Но там, очевидно, жильцы платят какие-то за мейнтеннесс, за то, за то. Из этого складываются, ну, а какие-то деньги поступают из городских фондов. В данную минуту это не очень важно по одной простой причине. Этих денег, как правило, не хватает. Насколько я знаю, положение по жилым комплексам, этих денег, как правило, не хватает. Для того, чтобы финансировать эти вещи и какие-то другие инновации, о которых я сейчас еще буду говорить, я бы очень хотел об этом сказать, именно о Brighton Beach Avenue, о том, что я хотел бы там сделать. В моем понимании есть какие-то скрытые ресурсы, о которых почему-то никто не задумывается. Опять-таки, я не экономист по образованию, но у меня довольно большой жизненный опыт. И если мы вспомним, что на сегодняшний день городской налог с продаж, так называемый Sales Tax, состоит из трех составляющих. В общей сумме он представляет собой 8,875%. То из них Local Tax или City Tax, городской, местный налог, составляет целых 4,5%. А цифра эта совсем не маленькая, как люди думают. Но если представить себе, что, например, в 2019 году бизнесы Нью-Йорка заплатили Sales Tax порядка 20 миллиардов долларов, то вы понимаете, что в этих 20 миллиардах Local Tax это довольно внушительная сумма. И меня изумило, когда я не сейчас начал этим заниматься, я давно этим интересовался. Еще в пору, когда работал на Davidson Radio и вел городские новости, мне было очень интересно, как эта система работает. И я изумился, когда узнал, что City Tax, Local Tax, собирает не City, а собирает штат. То есть наши, наши деньги, местные деньги, утекают в штат. Почему кто так решил? Ну, сейчас трудно это, наверное, поломать, но постараться договориться со штатом, чтобы на какой-то определенный срок, там, 3, 5 лет, может быть, 10 лет, в специальную программу, которую назвать «Возрождение Брайтон-Бич», местный налог оставался в этой программе. Я думаю, что это вполне реально, это не фантастика. Только нужно кому-то пошевелиться, кому, в первую очередь, депутату городского совета, который закреплен или в ведении которого находятся эти районы. И это совершенно логично смотрится. И я думаю, что если бы депутат выступил инициатором вот такого какого-то временного закона или местного закона, это уже можно формулировку обсуждать, то от этого был бы прок. И, кстати говоря, если мы уже говорим о финансировании, то злополучная ситуация на Брайтон-Бич-Эвене, и очень многие люди это знают, что инвалиды и люди с тяжелыми покупками, и люди на костылях, или люди с вилчерами, с инвалидными колясками, не могут попасть ни на одну из, ни на один из шести входов станции метро на Брайтон-Бич-Эвене. Физически не могут. На одном из входов существует эскалатор. Вот такой ширины я проверял. То есть там можно встать, но с костылями там уже ты еле или втихиваешься, а про инвалидную коляску забудьте. Так вот, я как инженер-механик с образованием по грузоподъемным и транспортным устройствам, я по диплому так называюсь, я считаю, что на одном из этих входов можно поставить лифт. И нужно поставить лифт. И вот финансирование можно было бы взять именно из этого фонда, из фонда возрождения Брайтон-Бич. Из этого же... Здесь понятно, да. Идем дальше. Давайте. Что касательно безопасности на улицах. В программе вы упоминаете о дефинансировании полиции, которое случилось несколько лет назад. И на сегодняшний день 35 тысяч офицеров работают в Нью-Йорке. Я сделал небольшой ресерч. И вот, допустим, для сравнения узнал, что в Москве, например, работает 50 тысяч офицеров полицейских. Но при этом уровень преступности совершенно, как мне кажется, разный. Потому что даже взять доступность оружия и количество огнестрельного оружия на улицах Нью-Йорка, как мне кажется, в разы больше, например, чем в Москве. Ну и, конечно, это большая проблема. Здесь вопрос такой. Как вы собираетесь давить на мэрию или на офис губернатора для того, чтобы разрешить эту проблему, чтобы офицеров было больше? Ну, слово «давить» вы очень здорово использовали. Мне это нравится. И если я буду все-таки избран, я обязательно этим словом буду пользоваться. А маленький комментарий по поводу огнестрельного оружия. Ведь статистика показывает, что на самом деле преступлений с применением огнестрельного оружия из закона приобретенного совершается только 5%. Все остальное – это нелегальное оружие. Это так, комментарий. By the way, как взаимодействовать с вышестоящим, так сказать, руководством? Как вообще добиться того, чтобы наша полиция вернулась в нормальное состояние? То есть, чтобы наша безопасность вернулась в нормальное состояние? Вы знаете, когда-то я, когда начинал только жить в Нью-Йорке, первое время довольно долго жил в районе Бенсенхерст. И я объясню, почему. Это считался самый безопасный район Бруклина. Это был итальянский район, там было спокойно, тихо на улицах. Я оттуда уехал еще по одной простой причине. Я переехал в Мидвуд. Потому что количество уличных преступлений, которые называются гоп-стоп, знаете такие, это вооруженное ограбление на улице, выросло там на 60, по-моему, 4%. Это вообще невероятное число. Почему это происходит? На улицах мало полицейских. Их было 38 тысяч до того момента, когда у них забрали деньги, Defund Police. Почти 3 тысячи офицеров вынуждены были уйти, уволились. И сегодня мы имеем только то, что имеем, 35 тысяч. Значит, несколько моментов. Конечно же, в первую очередь, не просто вернуть деньги в полицию, а добавить финансирование. Ведь, смотрите, те деньги, которые забрали у полиции, они же куда-то ушли. Мы же учили, что материя никуда не исчезает, и нигде не появляется просто так. Если где-то ушло, значит, где-то пришло. Вот туда, куда они ушли, эти деньги, надо их забрать обратно в полицию. Ну, надо еще и добиваться дополнительного финансирования, чтобы у нас было хотя бы 40-45 тысяч полицейских. Но это мы сейчас говорим о штатных полицейских. Совсем недавно, это было в прошлом году, в нашем как раз 48 округе, сегодняшний депутат сделала инновацию такую. Она организовала гражданский патруль с китайским населением. Я смотрел фотографии, очень здорово, идет один полицейский, рядом с ним 4-5 гражданских улыбаются. Ну, давайте будем реалистами быть. Это не те хулиганы, которые были в Советском Союзе, которые после зарплаты выпили пиво, и на улице шумели песни горлали, дружинники забирали их в милицию. Совсем нет. У нас серьезный криминал. С ножами, с дубинами, с лезвиями ходят и так далее. И против них гражданский патруль бессилен. Я предлагаю конкретную вещь. В Нью-Йорке сегодня существует 5 полицейских академий. Самое главное из них, это полицейская академия NVPD, нашей городской полиции. Отдельно существует полицейская академия при МТА. Они готовят своих транспортных полицейских. Отдельно полицейская академия объединения госпиталей. У них своя. И отдельно, которая готовит полицейских для работы в школах. В общей сложности в этих академиях, опять-таки, занимается примерно 7-8 тысяч кадетов. Мое предложение будет, и я буду стараться добиваться, если опять-таки я стану депутатом городского совета, чтобы кадетов старших курсов привлекали к патрулированию улиц. И вы понимаете, что чисто психологически, когда по улице идет патруль из 5-6 людей в форме, смотрится совсем по-другому. Да, мне кто-то скажет, у нас есть auxiliary police. К сожалению, она сегодня вынуждена бездействовать. Там намного меньше сегодня ребят, и намного меньше туда сегодня рвется поступать, в эту вспомогательную полицию. Потому что несколько случаев, когда этих ребят несчастных убивали, вспомнил случай с Расселом Тимошенко, с нашим русским парнем. Он был в auxiliary police, семья жила, она стоит на Айленде, погиб совершенно по-глупому при таком патрулировании. А когда будут эти кадеты, ведь кадеты же специально обучены приемом задержания. Ну, вы понимаете, сейчас мы не будем это все рассказывать, но в любом случае прок от этого будет огромнейший. Что еще очень важно, очень важно. На сегодняшний день наша полиция, я считаю, унижена и оскорблена. Унижена недоверием, унижена тем, что все время идет негатив. В газетах, в журналах, радио, телевидении все время полицейские грубые, полицейские превышают свои полномочия. Ребята, послушайте, а где положительные, позитивные материалы? Такое впечатление, что кто-то дал команду АТУ, и нашу полицию все время атакуют. А вспомните, сколько их погибает, этих ребят. А вспомните, что это чьи-то дети, чей-то сын, чья-то дочь, чей-то внук, чья-то внучка, чей-то брат. Это такие же люди, как и мы. Более того, не просто такие же, они такие же граждане этой страны, как и мы все прочие. Почему они не могут пользоваться нашим уважением? А уважение должно проявляться не только в том, чтобы добавить финансирование. Суды должны гораздо строже относиться к тем преступлениям, которые совершаются против полицейских. Более того, я считаю, что если убит полицейский, никаких не должно быть долгих разборок, рассмотров и так далее. Установлена вина, высшая мера наказания. Все. Почему нужно с ним возиться? С этим преступником, который поднял руку на человека в форме? Мало того, что на американского гражданина, на человека в форме. Совсем недавно, несколько месяцев назад, всю сеть, социальную сеть, я имею в виду, обошло видео, любительское видео. Стоят наши ребята полицейские, 8-10 человек. Они стояли в отцеплении, там что-то произошло, какой-то был эксцидент. И перед ними прогуливается такой противный совершенно, то ли алкоголик, то ли наркоман, ну неприятного вида. Материт их, естественно, по-английски, на чем свет стоит. А потом подходит к одному в центре, плюет ему в лицо. Как вы думаете, что было? А ничего не было. Полицейские руки за спиной держат, он боится его задержать. Боится дубинкой врезать ему. Потому что его тут же засудят за превышение своих полицейских полномочий. Ну это ли не бред? Как такое вообще может происходить? Оно во второй самой Москве, которую вы приводили в пример, попробовал бы кто-то плюнуть там в полицейского. Что бы с ним стало? В три минуты скрутили бы. И уже увезли бы. Скрутили бы и забрали. И забрали бы. До рекламы остается буквально минута. В вашей листовке указана такая фраза «Тим Трамп». Команда Трампа. Я вот не очень понял, что это значит, поэтому хочу спросить. А, значит, это по инициативе самого Дональда Трампа. Это такое, знаете, неофициально как партия, но общественное движение, в котором огромное количество народу принимает участие. И оно отображено в соцсетях. Оно есть на Фейсбуке. Так и называется «Тим Трамп». Команда Трампа. И в Твиттере есть. То есть везде, где угодно. Печатается. И в том числе в печатных средствах массовой информации. И мы с удовольствием к этому движению присоединились. И оказалось, что от этого движения можно баллотироваться. У нас есть официальный, у моей компании избирательная, официальный документ от городской комиссии по выборам Board of Election, где подтверждено сертификат, что я зарегистрирован как кандидат от «Тим Трамп», команды Трампа, которого я поддерживаю двумя руками. Я за него. Спасибо большое, Игорь Казацкий, кандидат в городской совет Нью-Йорка по 48-му избирательному округу. Команда Трампа, представляющая команду Трампа. Завтра выборы. Голосуйте. Игорь, спасибо большое за ваше время, за участие в программе. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok